мы продолжаем создавать наш сайт вот смотрите у меня вот видите вот здесь вот я нахожусь системе управления проектом ну то есть визуальном редакторе видите такие небольшие подергивания случаются вы на это не обращайте внимание это это нормальное явление такое случается ничего страшного в этом нет в реальном в реальности то есть вот на главной странице у вас этих дерганий не будет ну вы должны понимать что во первых это локальный сервер там он работает не так стабильно как реальный сервер а во вторых здесь все таки это будем быть конструктор страниц и поэтому есть определенные сложности для визуализации этих элементов так что не обращайте внимание так что вам хотел еще сказать смотрите возможно вы уже с этим сталкивались либо может быть что столкнетесь например когда вы работаете но первые административные панели здесь или например вот здесь и потом на какое-то время отошли погуляли и потом возвращаетесь что-то начинаете делать вас система допустим не сохраняет или выбрасывает и системой просит повторного входа дело в том что по умолчанию здесь есть такая настройка безопасности на время бездействия то есть если в течение 15 минут вы ничего не делали не делаете то система вас выбрасывает вот и требуется повторный вход это бывает иногда огорчителен тогда когда вы например больше 15 минут отсутствовали придете что-то здесь поменяли нажимаете сохранить а он вас не сохраняет и ваши изменения в силу не вступает и вам приходится по новой делать так вот у нас есть такая настройка в джумле вот надо пойти в система общие настройки да сейчас мы туда зайдем так сейчас она здесь у нас откроется и вы здесь смотрите в общих настройках вам надо перейти в систему и опустившись немного вниз вы увидите такой параметр как время жизни сессии то есть вот видите здесь время жизни сессии 15 минут то есть через 15 минут вас при бездействии будут выбрасывать из административной панели давайте поставим 90 минут так гарантированно вы будете всегда внутри находиться в течение этого времени и собственно говоря но когда вы перейти на реальный сервер да вам надо конечно будет снова здесь 15 минут поставить так я поставил 90 минут были сохранить и закрыть так у нас сохраняет и закроет эту вкладочку закрыть именно эту вкладку мы все равно остаемся внутри административной панели так и теперь мы переходим сюда и будем продолжать следующим нашим шагом будет создание давайте посмотрим так будет создание вот этого контента вот этой контентной части здесь у нас описание о дизайн бюро здесь у нас простая картинка делается очень просто давайте мы посмотрим как идем соответственно опять нашу систему и нам надо добавить сначала строчку да я нажимаю сюда и добавляю разделенные на две части вот у нас получилось вот но вот сюда вот я устанавливаю изображение давайте мы посмотрим где у нас это есть вот изображение вот у нас после установки изображения здесь так я немножко не тот блок взял я изображение с текстом видится ну кстати заодно можете посмотреть что это такое но мне и не этот блок нужен я давайте его уберу кстати вы можете самостоятельно пробовать вот эти элементы устанавливать и смотреть что они себя представляют потому что и здесь много в рамках нашего курса я не буду все объяснять да только самые основные вот но никто не запрещает не запрещает их брать устанавливать какой-то блок да смотрите их настройки экспериментировать нарабатывая свой экспериментальный опыт вы и добьетесь ну как то такого знаете более быстрого продвижения в деле создания ваших проектов вот я беру изображение и просто вставляю сюда обычное изображение так ну мы видим что у нас здесь лучше появился опять этот мотороллер давайте внимательно присмотримся какая здесь картинка здесь у нас вот по-моему кухня вот эту картинку я уже приготовил я нажимаю на редактирование этого блока сразу вижу что вот у меня это изображение здесь находится я его удаляю нажимаю на команду remove потом нажимаю на эту же команду choose your image то есть выберите выберите свой файл сюда вот я щелкаю появляется у меня значит вкладка images где хранятся все мои изображения я нажимаю сюда вставить блок и выбираю вот эту картинку имейдж 1 открыть она у меня подгружается после чего я оставлю галочку здесь и говорю insert вставить все картинку нас стоит а сюда я вставлю обычный текстовый блок я выполню здесь команду back назад так и здесь у меня так сейчас давайте посмотрим здесь обычный текст я поставлю потому что там текст и заголовок вот давайте чтобы быстро найти я просто напишу здесь вот так вот текст так на латинице я пишу так текст так так вот он текстовый блок я его выбираю сюда вот помещаю так ну вот он у меня появился и теперь я буду далеко ходить я буду за текстом ходить сюда вот я копирую заголовок control c вот ну я уже вам говорил о том что на самом деле эти текстовые элементы вам должен предоставлять заказчик а если вы это сами делаете то это за отдельную плату но если вы работаете на себя так вот я заголовок поставил в по в этом разделе заголовок а теперь возьму весь текст отсюда опять же с этого проекта да вот и на самом деле видите я довольно таки быстро все делаю да показывая вам основные элементы данного конструктора но по факту все происходит немного медленнее потому что приходится каждый элемент рассматривать под подробно с ним работать выбирать цвет конфигурацию расположение и так далее итак я сюда поставил так и давайте мы поменяем гарнитуру шрифта у нас здесь шрифт как вы помните я выбирал теннер санс да вот давайте я сейчас наберу так теннер санс шрифт вот и немного побольше шрифт сделаю вот для того чтобы значит шрифт делать побольше вот здесь у нас есть размер шрифта заголовков к вот такая вот вот такой вот движок если здесь ничего не стоит то есть это по умолчанию определенный размер кстати мы можем выбрать еще тип html заголовка да вот можем выбрать другой тип головка h2 например ведь он больше стал либо ваш один вернее h2 можно сделать либо вот он стоял как h3 ну дело в том что какой заголовок выбрать да вы можете допустим как начинающий специалист и дизайнер выбирать любой ну h3 например да но если вы значит решите более глубоко входить в систему изучения сайт строения да то вам конечно же надо будет html изучить основы продвижения сайта потому что от того какой вы элемент выберете да будет много что зависеть и продвижение и отображение и все 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 вот но просто вам хочу сказать что h3 для заголовков расположенных контентной части это нормально вот но размер вот ведь если возьму сразу начинаю увеличивать то вот давайте возьмем допустим 36 пикселей размер нашего заголовка и то же самое мы делаем с текстом сначала выберем значит тип шрифта теннер санс так теннер санс я выбираю и также размер шрифта я выбираю но обычно для заголовков вернее для текстов общего назначения где-то 16 пикселей ставится либо что-то еще видите у нас прилипает допустим от содержимое к заголовку мы можем здесь просто вот взять и вот так вот около буквы n поставить курсоры нажать на enter у нас он спустится возможно вы захотите больше шрифт взять пускай 18 пикселей будет в принципе для главной страницы визуальное представление это ну в принципе такое и должно быть да давайте сейв сохраним и посмотрим как у нас отобразится наша наша фронтальная часть сайта так вот у нас видите вот у нас все получается то есть у нас верхняя часть меню пока у нас пункт меню только один пункт ничего страшного и вот у нас теперь вот эти вот элементы так теперь давайте сразу же мы сделаем вот что мы сделаем то что вот у нас здесь находится такие вот будем быть блоки преимуществ да стрелочки здесь да так для этого мы сделаем вот что так мы идем непосредственно опять наш проект так и давайте мы добавим новую строчку для этого раздела я нажимаю на плюсик и там у нас три блока преимуществ я же делю на три ведь у нас появился такой это элемент на три части разделенной а поставим мы сюда значит такой элемент который называется блок преимуществ либо блок особенностей блок номера так все давайте посмотрим или вот можно прям назвать так допустим блок так я пишу на латинице так блок номер вот блок особенностей мы берем и я сюда поставлю я сейчас просто беру какие-то элементы думаю возможно потом что-то другое придется взять но видите у нас блок такой в общем-то получился и он похож на то что у нас здесь находится да то есть у нас пиктограмма у нас название у нас текста здесь тоже самое но все это мы можем поменять сейчас посмотрим как так ну во первых я нажимаю сюда и первое что мы делаем у нас давайте мы поменяем заголовок здесь у нас какой-то условный заголовок я его возьму вот отсюда то есть дизайн проекта control c копируем иду снова сюда и вот он фьючер бокс на говорю вот дизайн проект соответственно font family я выбираю наш значит шрифт который мы выбрали выбрали да вот тэнер санс да и размер я ему сделаю так побольше у нас здесь стоит так сейчас немножко я туда не сошел так тэнер санс больше размер шриста заголовка вот давайте сделаю побольше например 24 пикселя вот так то он будет стоять да теперь я текст поменяю так текст я возьму сейчас тоже значит с нашего проекта разработка не только красивого но и функционального интерьера любой сложности копируем иду сюда и значит здесь у нас дизайн проект и ниже 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 у нас должен быть вставка текста вот она да идем сюда вставляем control v и вот у нас видите все это получилось уже так же как и там так теперь нам надо поменять иконку и и цвет иконка меняется у нас и цвет здесь цвет можно поставить тот который принципе у нас копируем вот он да я беру цвет решеточка там уже стоит да так и устанавливаю его непосредственно вот здесь так вот он цвет нашего блока все видите цвет я поменял и теперь нам необходимо изменить непосредственно вот эту вот иконку я нажимаю на выпадающий список всех иконок которые здесь есть видите это большое количество и и ищу тот вариант который допустим со стрелочкой на нашем сайте сейчас стоит да вот эти поиски могут занять какое-то время потому что видите иконок много надо все это до конца прокручивать вот я думаю вы увидев все вот это вот богатство элементов которые здесь есть будете наверное ну как бы обрадованы да что есть средь чего выбрать ведь выбор от этого выбора зависит то насколько вы свою идею можете преподнести преподать так ну вот что то я вот сейчас вот смотрю где то что то этих стрел кто-то этой стрелки я не вижу если вдруг я ее и не увижу поставлю какой-нибудь другой элемент а потом буду думать как его поменять так нет вот есть телочка но в принципе она какая-то другая честно говоря хотя нет такая же ну давай час еще посмотрим вниз если такой не будет то возьмем это кстати никто вас не ограничивает в том что вы можете взять какой-то элемент который вам больше по душе и вам кажется что он более уместен здесь так вот здесь нету больше никакой стрелочки вниз по моему да кроме той который мы вот сейчас увидели наверху да итог не надо сейчас будет опять вернуться и опять ее на нет так вот она вот это вот точно я выбираю вот этот элемент и вот у нас появился этот объект и мы можем ему размер увеличить там потому что размер побольше вот так вот например да опускай он будет нет слишком большой давай мы сделаем его давайте мы сделаем вот так вот 72 заболтался ну что так давайте даже 72 это много давайте поставлю где-то 60 возможно ну вот это будет вполне нормально да так у нас вот этот объект находит слишком близко к надписи да давайте посмотрим есть у нас возможность его сместить вниз так толщина рамки так цвет радиус рамки так вот есть отступы icon box shadow stamp offset так нет это у нас не работает вертикально не работает это у нас тени вот внешний отступ да и внутренний отступ так нет это тоже не то давайте мы здесь обнулим вот так вот вернее все сотрем так вот у нас топ внешний то есть верхний отступ правый bottom нижний давайте есть поставлю нижний нижний отступ 15 пикселей или даже 20 вот так вот и в принципе все у нас готов единственное что мы можем теперь этот блок скопировать поставить сюда сюда но содержимое каждого элемента заменять так в принципе оно и делается так легче давайте сначала сохраню save сделаю да так затем смотрите как копировать сначала мы нажимаем вот на эту клавишу клонировать дополнение щелк она ведь нас внизу появилась я берусь за вот этот крестик и перетаскиваю вот сюда вот он не сразу но перетаскивается потом снова я клонирую уже вот это дополнение да она у нас здесь тоже появляется тоже беру за этот крестик и перетаскиваю так что у нас не перетаскивается бывает давайте вот снова возьму вот сейчас ему перетаскивается то и здесь нужно поймать момент будем так говорить и теперь смотрите видите слишком большой отступ сверху да я иду в настройку нашей строки иду в стиле и видите у нас здесь у каждой строки есть по умолчанию отступы вот верх верхний правый нижний левый давайте верхний отступ я сделаю где-то пикселей например 10 вот видите он у нас уменьшился но как все дальше пойдет мы потом посмотрим кстати у этого блока тоже можно сделать нижний отступ немного меньше я также в параметры строки иду и в стилях вот здесь вот верхний правый нижний тоже сделаю поменьше например 20 пикселей или даже 10 пускай будет вот я думаю так будет более интересно все это смотреться так вот этот блок мы закончили давайте мы сохраним и посмотрим что у нас получилось так давайте я обновлю нашу страницу да так ну вот видите значит наша задумка уже получается я не будут эти элементы переделывать на значит другие да это все понятно как делается да вот это вы сможете сами сделать то есть я хочу просто накидать быстро наш дизайн чтобы поняли как это делается а детали содержимое это уже в принципе можно доработать потом итак спасибо за внимание жду вас на следующем занятии и и и и и и